В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств подвели итоги работы за отчетный период. Подробности в материале моих коллег. 220 сообщений от граждан поступило на прошлой неделе в Межмуниципальное управление МВД России Люберецкое. По 22 заявлениям возбуждены уголовные дела. 16 преступлений стражи порядка раскрыли по горячим следам. Также было 129 ДТП с одним пострадавшим. Лечесостав работает усиленно в несении службы. Подразделения пожарной охраны 34 раза совершали выезды по сигналу тревоги. 13 сообщений о возгораниях оказались ложными. В 9 случаях спасатели вызывали при срабатывании автоматической пожарной сигнализации. На подгорание пищи без возгорания 4 раза. На короткое замыкание электропроводки 5 раз. Других происшествий не произошло, пожаров в гарнизоне не было. За отчетный период на территории городского округа аварийных ситуаций в системе тепловода и газоснабжения не зафиксировано. Идет только плановая работа по подготовке к отопительному периоду и капитальному ремонту МКД. Также в рамках трехстороннего соглашения между Министерством ЖКХ Московской области, МОСВДОКаналом и Администрацией Люберец ведется первый этап строительства водовода. Который у нас обеспечит водоснабжением новую застройку самолет. Первый этап у нас включает 4929 погонных метров. В 2022 году администрация городского округа Люберца совместно с Министерством ЖКХ разработала проект, определила полностью трассировку. На сегодняшний день Министерство ЖКХ отыграло конкурс. И ГУБКОМУНАЛЬНАЯ СИСТЕМА Московской области выполняет данные работы. В проделанной работе отчитались также руководители управления охраны окружающей среды, благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта. В конце встречи участники совещания ознакомились со спортивными успехами люберчан.